Привет всем! Сегодня хочу показать 4 упражнения, которые вам помогут в дальнейшем в толчке с груди. В общем, начнем сначала с положения спины. Это очень важно на самом деле. Что сначала? Я уже объясняла, что спина должна быть идеально ровная и можно потренироваться у стены. Сейчас еще раз покажу. Я уже просто показывал в своем ролике, что надо встать к стене и либо представить, что сзади у вас спина и прижать максимально. Вжать себя в живот, прижать поясницу к стене, грудь при этом тоже распрямить и прижать еще шею к стене. Такое ощущение, что вы хотите полностью позвоночника прижаться к стене. В таком положении у вас спина должна быть постоянно, когда вы держите штангу на груди или пытаетесь вытолкнуть в груди. Почему нужно убирать эти изгибы тела, чтобы она вас не ломала? Если у вас есть где-то прогиб в груди, вернее вот такая грудь согнутая, либо прогиб в пояснице, наоборот, слишком глубокий прогиб, это все чревато травмами и, в общем-то, это лишит вас возможности поднять там довольно-таки приличный вес. Вот, поэтому сейчас попробую показать. Начнем, наверное, ну, просто как нужно держать штангу на груди. Так, сбоку, если смотреть, то видно, что живот втянут в себя и грудь тоже втянут в себя. А вот поясница больше даже выпрямленного краткого стопа, грудь развернута. Вот, мы не подставляем, так как многие учат, мы не подставляем, не наворачиваем вперед, у тебя достигла плечи, потому что плечами держать штангу тяжелого очень-то сложно. И не выгибаем кисти. Так, как кисти выгибать сильно нельзя, значит, показываю, как нужно правильно. Наоборот, больше подаем грудь вперед. За счет того, что ты, за счет того, что мы больше давим шею, шею назад, правильно? Да, убираем. Убираем шею назад, подбородок в себя, в середину шеи прям давим назад. За счет этого у нас поднимается грудная клетка, прям, лебра поднимаются. И штанга лежит не внизу, а вот практически на шее, где включится, на мышцах шеи. Ну, как можно выше, где включится у нас? На ямке. Здесь, если не видно, да, вот здесь на ямке, вот здесь, на шее. Вот, плечи, я надеюсь, не видно, что у нас здесь не нужно наворачивать бед, потому что вы таким образом включаете мышцы, которые вам, в принципе, закрепощаете эти мышцы, они, в принципе, не нужны при толчке от груди. Опускаете плечи, больше включаете широчайшие спины. То есть, за счет того, что поднимаете эту клетку, так же разворачиваете, как подключаются широчайшие спины. Вот. Соответственно, у нас очень жестко получается платформа для толчка с груди. Бедная клетка вся прямая и жесткая. Вот. Кисти не загибаем, как пальцы, не распускаем жестко. Держим штангу руками. Вот. Кисти практически прямые. Так, ноги. Живот втянут в себя вот здесь. Вот здесь не должно быть никакого изгиба назад. Ровно, идеально ровное тело впереди, за счет того, что мы втягиваем в себя ягодицы. А, ягодицы? Втягиваем ягодицы. Здесь все ровно. Поясница ровная, жесткая положение. Вот. Носки развернуты. Не прямо. Не толенками вперед, а не вовнутрь. Не вовнутрь. Ширина между пятками? Ширина. Ширина чуть меньше даже. Ну, и ширина под тазобедренным суставом. Ширина ног. Широко тоже нельзя ставить. Так, чтобы комфортно было под тазом, под тазобедренным суставом. Пятки сидены, носки разведены во время подседа. Да, нужно... Время подседа также садимся грудью, чуть вперед, таз чуть-чуть совсем, убираем назад. Грудь вперед, таз назад, шею назад. Это очень сложно, на самом деле, повторить на практике, но надо попытаться, в общем. Шею назад, грудь вперед, поясницу и таз чуть-чуть тоже назад. При этом коленка в носок. Носок смотрим. Казан, со штанга, жмой, шлим сначала. Для отработки, потому что в шлим, просто жмой, шлим, на работу на силу больше, ну и на выталкивание. Семя, я помню. Еще один момент, руки. Если вы вот так наворачиваете плечи, и локти вперед, то, соответственно, высаживаетесь и... Ну, очень сложно, ломает вас, и ломает плечи. Здесь, если будет развернуто, локти чуть-чуть совсем, наворачиваем, время потянули, чуть-чуть. И локти через сторону. Не через перед, не через кисть тоже. Все, поровная кисть, и локти через сторону. Давай сбоку покажем. Дальше. Ой, это да. Грудь вперед, чай назад. Тащи чуть-чуть назад. Время не назад, но на стопу. Идимся больше, чем просто. Не на пятки, не на тапу. Ломаемся, не на пояснился. А в грудь, в носок. В грудь между коленками. Столом на стопу. Локти через сторону. Сразу, ровная кисть. Вверху, ровная кисть. Не загнутая назад. Ровная. Хрудненькая кисть. Локти через сторону. Хват. В зависимости от ширины плеч. Я берусь на пол сантиметра на сантиметр от рисок пошире. Если у тебя поуже плечи, ты меньше весишь, меньше весовой категорики, ты вообще можешь за риски браться. Чтобы поуже кто-то брался, я такого еще не видел. Но за риски, да, вот здесь, прям в предыдух, за риски можно браться. У ребят вообще, если широкие плечи, ну, 2 сантиметра или 2 сантиметра, от риска. На груди держим, на ключицах, плечи опущены, держим на ключицах, широчайшие подключаются. Плечи подключаются снизу больше, как бы подмышком прижимаешь руки. Руки жестко держим, нерасслабленные, жестко. Естественно, ты когда подседаешь, ты подседаешь тоже жесткими руками, с напряженными, ты штангу тоже держишь руками, на себя чуть-чуть наворачиваешься. Чуть-чуть совсем на себя наворачиваешь, в этот момент грудь вперед, а штангу, а штангу, а штангу, а штангу, а штангу, на себя. И все, и работаем ногами. Больше не жмем руками, а вот во время подседа, мы сначала здесь включаемся ногами, а потом уже нажимаемся руками. Сначала выталкиваем руками, а потом руками. Где-то вот, где-то вот тут два уровня, мы там уже начинаем включаться руками. Еще. Второе толчковое упражнение, швынк тоже толчковый, без разброса ног. Здесь плюс в чем? Для плюс-фитерских фонтексов, если вас не заставляют специально там толкать мозг, то лучше делать швынк, просто с уходом, без разброса ног, потому что это движение быстрее и короче. Чуть-чуть погромче. Руки чуть на себя наворачиваем, выталкиваем и уход. Если вы умеете делать быстрое переключение, быстрый колчок и уход, вы будете делать швынк очень быстро. Все. Так, для переключения еще. Прежде чем толкать ножницы с груди, можно попробовать толкать ножницы с плеч. Здесь вы меньше концентрируетесь на положении груди, меньше зацикливаетесь на положении плеча и подворотов рук. Просто штанга лежит на плечах и как раз сработает переключение горчок и уход. Лучше. Лучше. Обратывается. Раз и сход. Вот, почти. Все прошло. Медленно пока не будет сел. Развернусь шею назад. Тебя лица назад. Чуть-чуть таз назад. Сам стопку в коленку вперед. Протаживаешь, чтобы учлить коленку назад. Чуть вперед. Талкиваем ногами. В первую очередь движение ногами с плечами. Колено, бедра. Потом, в четвертку, включаемся вот здесь вот и с вами. Значит, ножницы. Носок завернуть, передние ноги завернуть, вовнутрь чуть-чуть. Колено смотрится в носок. Задняя нога согнута в колене. Видно? Сзаднюю ногу видно. Согнута. Как на выпадах вперед. Сзадняя нога на расход. Пятка вверх. Выталкиваем больше, шапрошагиваем передний ногой больше вперед. Сзаднюю назад нам не откидываем сильно. Старайтесь больше скандидрироваться на выталкивание на камечку. Не думайте вот так и не надо сжать руками. Иначе вы сможете немного поднять большой вес. Сможете. Что еще? Это у вас ранее на колену, да? Есть вопрос? Все. Спасибо. Спасибо.